Меня зовут Татьяна, Татьяна Сафронова. Я уже более 15 лет занимаюсь дизайн-проектированием жилого-нежилого пространства. Почему я сознательно не говорю, я занимаюсь дизайном, потому что дизайн – это более такая узкая специализация. Всё-таки профессионально говорить, что мы занимаемся проектированием всего пространства, что находится внутри помещения, что находится вне этих помещений. То есть это всё на улице, воздух, дороги, подъезды. Это всё относится к дизайну-проектированию, всё, что связано с тем, как мы живём, как мы ходим, куда мы перемещаемся и что нам нужно. Поэтому в целом я бы назвала, что мы живём и находимся в некой среде. И эта среда, она властна определённым законом. То есть у нас есть закон, как мы находимся внутри помещения, как мы находимся снаружи и как мы перемещаемся между ними. Поэтому всё-таки правильнее говорить, что мы находимся в среде обитания и мы занимаемся дизайном среды обитания. Такой маленький экскурс. Судя по всем темам вебинаров, я так понимаю, что я не просто новичок, но ещё и с какой-то такой творческой темой, немножечко отличающейся от методологии обучения, которая более популярна на портале. Но я благодарна очень представителям, что они мне позволили рассказать о моей теме, потому что я тоже считаю, что здесь присутствует такая вещь, как методология, присутствуют законы. И дизайн-нашление – это очень легко и просто. Я хочу, чтобы каждый человек смог с помощью методологии дизайна мышления преобразить своё жильё и сделать свою жизнь более функциональной и более приятной, скажем так, потому что всё-таки проектирование среды – это такой научный подход. И та среда, в которой мы живём, она должна быть максимально удобной для нас, чтобы мы не задумывались о том, что что-то нам мешает, что нам слишком мало квадратных метров, что у нас большой хлам, и вместо того, чтобы просто вечером приходить домой и наслаждаться своим домом. Мы думаем, как бы нам разобрать очередные ящики или куда деть очередную вещь, которую мы приобрели и очень сильно хотели. Из этого всего мы сложили такую интересную тему с коллегами, больную тему, я бы сказала, как это большие возможности маленького дома. Почему я говорю о том, что это больная тема? Потому что, к сожалению, мы в перестроечный период нашей жизни большинство из нас стали жить или получили в наследство так называемые малогабаритные квартиры-хрущёвки. А сейчас в современном мире девелоперы берут пятно застройки и пытаются выжать из него по максимуму. То есть разрезать всё это живое помещение и пространство, на маленькие квартиры-студии, студии-апартаменты и продаётся это всё за достаточно приличные деньги. И как с этим жить, как в этом жить, есть ли смысл всё это покупать. То есть мы, к сожалению, заложники некой такой моды сейчас, с одной стороны, и заложники той социально сложившейся обстоятельств, в которых мы родились в определённый момент. Вот, поэтому давайте перейдём к основным моментам. Можно ли что-то сделать из маленького дома? Можно ли что-то сделать из нашей маленькой планировки? Неужели она может выглядеть приятно, комфортно? Да. Если использовать основные методы общения с пространством. Пространство, то есть каждый предмет, воздух вокруг этого предмета, я в этом пространстве, имеет смысл. Помимо того, что это имеет смысл, это имеет свой ещё жизненный процесс. То есть мы приходим к тому, что мы должны начать с анализа того, как мы живём. Я перелистаю о себе и перелистаю, если мы прочли уже что-то же такое, о многогабаритной квартире. Так, коллеги, мы анализируем, где мы живём или что мы хотим купить. Кстати, мы запускали опрос. Татьяна, расскажите нам сейчас бы мы в файлах. Мы хотим запустить опрос. В файлах также находится опрос, где я хотела бы, чтобы вы проголосовали. Вот эта данная тема вам интересна для чего? Для того, чтобы преобразовать своё помещение, пространство, сделать его более комфортным. Или вы планируете что-то покупать новое, так как сейчас тенденция малогабаритных квартир по компактной стоимости, то вы, например, хотите что-то купить новое и хотите понять, как в этом жить и как с этим работать. Поэтому голосование запущено, да, идёт сбор данных. Всё, отлично. По возможности прошу вас ответить сейчас. Это очень важный опрос, потому что тема, она ровно поделена на 50%, если наша аудитория планирует преобразить своё жильё и половина на то, чтобы приобрести новое жильё и понять, как его правильно спланировать. Если мы сейчас поймём, что у нас больше слушают и смотрят те, кто хочет преобразить своё жильё, я просто сделаю на это больший акцент. Так, всё, в принципе, всё понятно. Спасибо всем большое. Да, значит, мы останавливаемся на теме «Хочу преобразить существующее жильё и сделать его более функциональным». Это прекрасно. В принципе, мы так и планируем, что, скорее всего, так и будет, потому что мы живём в очень маленьких квартирах. Так, спасибо. Завершаем голосование. Так, нам надо вернуться к презентации. Угу. Ну вот, мы видели ответ, что практически все планируют преобразовать своё жильё. Вернёмся тогда к тому, что же такое определение малогабаритных квартир или малогабаритных пространств. Это, как правило, начиная с советских времён, это примерно 30-35 квадратных метров однокомнатная квартира с совмещенным санузлом. Сейчас это в разы меньше. Раньше это было примерно так. Плюс мы ещё и всегда имели небольшую высоту потолков. То есть мы живём в небольших коробочках, которые закрыты по периметру малым объёмом воздуха и с низкими потолками. Вот. Поэтому малогабаритное жильё это самая актуальная тема. Поделим их на некие такие классификации, как квартира-студия. Это помещение сейчас самые модные и популярные. Мы всё равно об этом не проговорим, хоть мы понимаем, что мы будем преобразовать своё жильё. Мы всё равно проговорим, что существует так называемая квартира-студия более вытянутого формата прямоугольного, где-то от 20 до 28 квадратных метров, имеющий один такой продолговатый проход и выход всего лишь на одно окно, к сожалению. То есть это такие нарезанные помещения в виде номеров гостиничных. Потому что по-другому я их называть не могу, что это реально гостиничные номера, потому что жить и спать в кухне это, конечно, это прям проблема, но, к сожалению, нас к этому приучают. Я противница таких студий 100%, что лучше купить однокомнатную квартиру квадратного формата. И здесь возникает аналогия, что когда в советское время малогабаритная квартира считалась 30-35 квадратных метров, она имела квадратную форму, а квадрат это составная нескольких прямоугольников. Соответственно, у нас есть две стороны рабочие световые, где у нас есть окна угловые, то есть на одну и другую сторону. Студии в этой ситуации сильно проигрывают. И если вы живете в малогабаритной квартире однушки, можете ее не продавать. Лучше сделать ее более функциональной, потому что с точки зрения эргономики пространства наши архитекты советских времен продумывали это гораздо лучше. Гораздо, потому что все это жилье оно было для человека. Сейчас жилье у меня складывается впечатление, что оно против человечества. Малосемейные так называемые квартиры это квартиры с некими помещениями, которые выполняют двойную функцию. То есть это вроде как бы кухня-гостиная, они сделали чуть побольше, вроде как бы влезет туда семья из двух человек. Если сравнивать с аналогией хрущевок, то это так называемые наши двушки или двушки распашонки, которые проходные комнаты, когда из одной комнаты перемещаются в другую. Здесь мы уже проговаривали про наши хрущевки, это преимущество однокомнатной и двухкомнатной квартиры габаритов от 30 до 50 метров. Вот. И аналог малосемейных гостиничного типа квартир ячеек. Квартиры ячейки пошли еще также с советских времен, и сейчас многие застройщики используют эту концепцию квартиры ячейок, где мы только спим, едим, принимаем душ и храним свои вещи. Все остальные социальные аспекты нашей жизни происходят вне этого помещения. И вот эти квартиры гостиничного типа, квартиры ячейки, они будут набирать популярность 100%. Здесь, конечно, стоит задуматься. Но если здесь вдруг присутствуют люди, которые живут в квартирах ячейках, которые были построены в советское время, это самое лучшее вообще функциональное помещение. Я бы хотела такую квартиру приобрести себе и что-то из нее сделать компактное. Поэтому будем искать такое помещение. Правда, это есть такие вторичные в Москве, в Петербурге, в больших городах, в Екатеринбурге, например, есть такие вторички, в которых есть смысл обменяться, продать одну, купить другую и сделать себе комфортное компактное жилье. Может быть, кто-то, кстати, так и планирует сделать. В конце послушает и скажет, у меня все хорошо, но я нашел хорошую квартиру, я могу это продать, купить новую и сделать из нее более функциональную. Такие тоже мысли могут вас посетить в процессе нашего вебинара. Смотрите, самые главные два основных вопроса, которые мы должны для себя определить, занимаясь анализом, а чтобы приступить к тому, чтобы сделать свое помещение более функциональным, нужно проанализировать два вопроса. Как мы сейчас живем и как мы хотели бы жить? Вот когда мы сами себе ответим на эти два вопроса, нам станет дальше легче. поэтому я всем советую взять бумажку, листочек бумажки сегодня вечером или после вебинара и пофантазировать, как же я хотела бы жить, какую мебель я хотела бы, чтобы окружала меня, сколько людей я хотела бы, чтобы окружали меня, кто со мной жил, в какой стилистике я хотела бы жить, какое настроение я хочу каждое утро, то есть мы фантазируем полностью, вот все, что в голову лезет, мы должны написать на листке бумаги и написать на втором листке бумаги, как я сейчас живу, то есть некие такие и плюсы и минусы, это не обязательно могут быть минусы, и вот эти два сравнительных листка положить рядом друг с другом и вычленить первично все проблемы, которые связаны с нашим пространством и отдельно приписать все, что мне необходимо для того, чтобы мое жилье стало комфортным. Вот это самое-самое начало, откуда мы начинаем анализ нашего жилья и последующих шагов, как преобразить наше жилье. Также я для вас разработала отдельно контрольную схему, на которой вам поможет правильно ответить на вопросы, как бы я хотела бы жить. Первая строчка в контрольной схеме это определение, как мы живем в одиночестве, парами, семьями, компаньонами. Это та база, первый шаг. Дальше мы определяем по схеме. Мы живем вне дома, мы живем дома, мы работаем дома, или только пол семьи живет вне дома, а половина работает на дому, или все работают на дому. Также определите, пожалуйста, для себя, для дальнейшего формирования последующих шагов по этой схеме все, что вам необходимо. Следующий строчкой по контрольной схеме будет определение, сколько мы на отдых тратим, сколько мы тратим на прием пищи, сколько нам нужно для рабочего места, сколько нам нужно для хранения, потому что это основные такие формы, у каждого человека они разные, даже если два человека живут вместе, они могут жить в абсолютно другом ритме, с абсолютно другим количеством вещей, с другим даже тайминги ночь, день. И самый важный момент, определите для себя, что вам важно, а что вам желательно. Это две такие фразы, прям вот критичные, потому что если есть очень важные для вас вещи, но вы их не реализовали в своем пространстве, вас это пространство все время будет угнетать, и вы будете хотеть от него избавиться, или что-то переделать, переставить, но если вы не ответили на важный вопрос для себя, а что для меня важно, перестановка стула или стола, она будет неэффективна, вас опять будет что-то всегда не устраивать в своей квартире, даже в своем гараже, даже в своем доме, даже в своем сарае, не важно, рассматриваем любое маленькое помещение сейчас, два вопроса, важно и желательно, вот если по этой контрольной схеме вы ответите себе на основные вопросы, вы перейдете на второй шаг формирования функциональности своего дома, без этих вопросов двигаться нельзя, ответа на эти вопросы мы не можем двигаться, это мой большой для вас совет, следующим шагом для проектирования это измерение своего пространства, ну вот мы померили свое пространство, а где мне отобразить, как мне отобразить мой план, я же не буду чертить на бумаге, я вообще рисовать не умею, я для вас выделила самый оптимальный бесплатный портал, так называемый 5D планинг, это абсолютно бесплатный, абсолютно примитивный по функциям, примитивная программа по функциям, где вы сможете выстроить стены по вашим размерам, поставить уже из готовой мебели диваны, столы, кровати, стулья, увидеть свое жилье, как оно есть, и посмотреть на его плюсы и минусы, также вы можете все переставлять именно в программе, я советую именно эту программу, вы можете ее скачать сайтом, можете скачать ее в телефон, вы можете ехать в метро, баловаться, делать различные планировки или использовать готовые планировки, это очень удобный интерфейс, также у них есть видеоуроки, как правильно ставить стены, потратьте время, я вас очень прошу, потратить на это время, потому что когда вы смотрите на свое жилье сверху и видите все маршруты передвижения, все узкие места и все проблемные места, вы по-другому на это взглянете, поэтому я очень вам советую воспользоваться данным интерфейсом и прочертить вашу квартиру обязательно и взглянуть на нее по-другим углам. Перейдем к следующему этапу, это анализ квартир студии, так называемый контрольный список. Я для вас по каждому практически блоку сделала контрольный список вопросов, ответив на которые вы получите последующее решение. То есть вся наша структура этой методички нам на это и построена. То есть я могу очень много разговаривать, говорить, говорить, но вы можете не запомнить, поэтому именно по листам, по страничкам будут зафиксированы контрольные точки, контрольные вопросы. После того, как мы закончим наш вебинар, вы всегда вернетесь, прочтете и поймете, что мне нужно сделать, чтобы проработать свое жилье. Квартира студии, контрольный список. Сюда же мы можем отнести и квартиры хрущевки, и квартиры студии апартаменты. То есть это все, что касается до 30 квадратных метров. Что нам нужно определить? Значит, мы определяем базовые потребности. Место сна, место, где можно сесть, место, где можно готовить и принимать пищу, место для работы, место для гостей и место для хранения. Все. Больше для функционального жилья нам не нужно ничего. Прямо вот как популярное такое слово паразит, от слова совсем ничего. Определив, сколько квадратных метров лично вам нужно по каждому пункту контрольного списка, вы поймете, как запроцентовать это в своей квартире более правильно. И здесь вы скорее всего придете к такой форме, как комната двойного назначения. Во всех многогабаритных квартирах у нас появится зона комнаты двойного назначения. То есть это может быть кухня-столовая, кухня-кабинет, кабинет-столовая, спальня-кабинет, гостиная-столовая. И этот функционал нам нужно определить. Мы хотим кухню-изолированную, мы хотим гостиную-изолированную, или мы хотим кабинет-изолированный, для вас важно. Или кухня вместе с гостиной пусть будет вместе, потому что так я буду принимать гостей, тут же готовить и видеть, что видят дети, и буду это все контролировать. Но спальня мне нужна отдельно. Или зона хранения мне нужна отдельно, чтобы никто это не видел, чтобы этот хлам не перемещался по всей квартире. То есть здесь очень важно определить, какого именно двойного назначения будет ваше общее пространство. Также вам облегчит дальнейшее проектирование. И здесь после того, как вы определили функцию или не определили, потому что вы действительно не понимаете, как, например, двигаться, вы облегчить. Посмотрим, что у нас в чате. Спасибо, да, большое, что для педагогов тоже очень актуально. Спасибо за обратную связь. Большое. Изучаем интерьер помещения. Да, кстати, к образовательным, если здесь много педагогов, так как я сейчас занимаюсь технологией образовательных процессов и лично занимаюсь проектированием новых школ в Москве и Московской области, я тоже вам немножечко потом в конце останется время расскажу по этому поводу, по этому принципу. Так, о чем следует все-таки помнить, да, как правильно определять габариты пропорции внутри своей маленькой квартиры. Значит, мы, что мы с первого делаем? Мы составляем список нашего важного и нужного для нас имущества, вот, который 100% мы не можем от этого избавиться и не хотим от этого избавиться. Для нас это важно. Оно малогабаритное либо крупногабаритное может быть. Мы должны это оборудование все примерно промерить, каких оно размеров, высоту, ширину, чтобы правильно скомбинировать по модулю. И мы уже сделали замер, правильно? То есть к замеру мы уже пришли все и промерили свое пространство, начертили его в удобном для нас интерфейсе. Мы должны обязательно просмотреть, какие у нас двери, открывание двери, потому что очень часто даже открывание, поменяв петли на дверях, мы делаем более удобные маршруты выхода из одного помещения в другое и соответственно можно поставить тот или иной предмет за дверью и это будет более компактно. Мы должны посмотреть всю нашу высоту, использовать максимально всю нашу высоту для того, чтобы обеспечить систему хранения. Обязательно мы обеспечиваем систему хранения запасом, потому что мы всегда что-то покупаем новое, мы никогда не можем останавливаться на старом. И вот мы проанализировали все, что у нас накопилось, мы проанализировали все свободные места в нашей квартире, мы их промерили, мы поменяли двери и вычистили соответственно наши какие-то ненужные вещи выкинули, расхламились. И после этого мы только можем формировать какие-то дополнительные перегородки. Вот на примере квартиры студии, слева картинка, если вы можете посмотреть, показано дизайн мышления помещений и перегородок. К сожалению, большинство людей, нас, мы мыслим перегородками одна за другой за другой. Вот это вот геометрия, что одно помещение может быть более ломаным и визуально сломать вот этот прямоугольный ход, оно не всегда нам приходит в голову. Это уже как бы следующий шаг, когда мы проанализировали все закутки, как мы хотим это расставить. Здесь вот это вот мышление прямых ровных линий, оно у нас как бы внутри сидит, как в генетическом ходе. И нужно иногда посмотреть на помещение с другой стороны. Поэтому если у кого-то кто-то живет в квартирах-студиях, это как пример распределения зональности. Но вот за что опять-таки я не люблю квартиры-студии, за то, что это ощущение вагона. И мы мыслим, как мы зашли в одно пространство, потом перешли во второе, потом в третье. Я называю это вагонный тип, то есть это длинный прямоугольник с поэтапными проходами. И за это я не люблю очень сильно квартиры-студии или квартиры-апартаменты, потому что работать с ними очень сложно. Это как будто такое замкнутое помещение, и в конце туннеля у тебя одно-единственное окно. но это реальность сейчас, к сожалению, такова. Вот. И, например, как, один из примеров, как я хочу сломать вот эту квартиру-студию, как я хочу сделать какую-то оптическую иллюзию дополнительную. Вот это я вам привела пример на дополнительном листе, что в квартире-студии можно сделать спальню, спальное место, полноценное спальное место, чтобы наша спина всегда отдыхала, потому что мы все-таки достигаем определенного возраста, где мы понимаем, что наш позвоночник, наш образ жизни, наш сон, это самое важное. Вот что у нас это еда, сон, комфорт, тепло. Один из классных и самых оптимальных вариантов по переустройству квартир-студий прямоугольного типа, вагонного типа, как я это называю, я вам привела на один месте. Я это считаю самым прекрасным планировочным решением, где мы можем выделить отдельно проходную кухню, потому что кухня в квартирах-студиях является небольшой функцией подогрева либо разогрева еды. У нас образуется полноценная зона гостинная и у нас образуется полноценное спальное место. При этом, при всем, мы не используем апартаменты с высокими потолками и не уходим на второй этаж. Мы используем только высоту 2,70, которая нам изначально дана. Поэтому это как некий такой подсказковый лайфхак по самой оптимальной планировке. как всегда, я говорю, что иногда не надо придумывать велосипед, можно взять готовые планировки, которые правильные, и взять их использовать. Надо только узнать, где это найти, где правильно достать информацию и как ее правильно использовать. Вторым очень интересным способом мы немножечко плавненько уже перешли к неким таким оптическим людям и сместили сейчас нас фокус на более детальные какие-то элементы связанные с кухней, с гардеробами, с проходами. Потому что я все-таки хочу, чтобы здесь больше было таких практических ответов на некие вопросы как сделать это, как сделать это. Смотрите, все маленькие помещения, все маленькие квартиры они подразумевают если мы берем нашу кухню, что мы используем кухню-нишу, где все у нас под рукой. И здесь мы используем встроенную бытовую технику. Сейчас на нашем рынке благодаря китайцам, корейцам, американцам, всем кому только можно у нас есть все. У нас есть узкие стиральные машины, у нас есть маленькие духовые шкафы, у нас есть маленькие посудомоечные машины, компактные холодильники, ящики. Да, это затраты. Это самое затратное место это кухня. Если мы приводим кухню в соответствии с новыми технологическими процессами, она нам будет стоить денег. Это всегда большая статья расхода. И лучше это сделать и купить, спрятать и сделать функциональным. Можно это делать не с первого раза, можно запланировать и потихонечку в течение года купить, поставить, встроить, заменить. Главное нарисовать и расписать для себя концепцию, как моя маленькая кухня может выглядеть и что мне поможет убрать весь хлам, что мне поможет поставить даже посудомоечную машину. Кстати, тенденция, обратите внимание на второй картинке, сверху раковина, снизу посудомоечная машина. Да, действительно, существуют сейчас невысокие маленькие встроенные посудомоечные машины на небольшое количество тарелок, которые облегчают нам жизнь. И также сейчас на рынке у нас появились духовки и газовые и электрические шириной 45 сантиметров, узкие, буквально одну продвину. И по высоте у нас есть также по ширине 60 сантиметров и по высоте 48 сантиметров духовые шкафы. Поэтому, если вы власти свободное время, сходите в самое большое М-видео, зайдите и посмотрите все новинки, пощупайте руками, попросите продавцов рассказать, потому что если вы обновите технику, у вас высвободится очень много дополнительного пространства в кухне. Это касается и малогабаритных квартир, таких как студия-апартаменты, так и хрущевки. И даже если у вас большая квартира, я думаю, лишнее рабочее пространство для того, чтобы что-то приготовить, поставить, даже красивую вазу, вам пригодится, чем мы захламляем большой габаритной техникой. Вот. Как мы уже поняли, что у нас все-таки здесь больше представителей малогабаритных квартир, которые нам достались еще в советских времен, все-таки приступим к блоку хрущевок. Что же такое наша история хрущевки? Я считаю, что это такое унаследованное историческое наследие, от которого нам не удалось избавиться. К сожалению, к счастью, я оценку давать не хочу, потому что я вижу и плюсы, и минусы этого жилья. Плюсы я вижу в том, что планировочное решение в таких квартирах создавались для людей, а качество материалов по исполнению такого жилья, оно уже было, ну, не кроме против людей, оно просто было временно. и сейчас благодаря Собянину программе реновации, с которой я также работаю, я считаю, это уникальнейшая программа, которая позволяет каждому человеку получить новое жилье. И все дома, которые сейчас идут под реновацию, я прям советую людям не бояться, потому что, например, моя компания, проектная, на которой я работаю, мы также занимаемся проектированием домов по реновации, это действительно новые современные дома с большим пространством, с хорошими коммуникациями, построенные для людей. И дома по реновации отличаются от домов, которые делают девелоперы, тем, что они используют стандарты ГОСТы, которые признаны на территории России, и за этим четко и строго следят. Никаких нарезанных квартир по 20-25 квадратов никто никогда не предложит. бояться программы реновации не имеет никакого смысла. Хрущевки были созданы для того, чтобы максимально быстро обеспечить большое количество людей отдельными квартирами, потому что там мы ушли от тенденции коммунальной квартиры и хотели бы люди жить в своем жилье, потому что при такой огромной стране мы достойны были жить в своем жилье. В разных регионах и даже в разных частях Москвы были разработаны разные модификации наших квартир. Если вы посмотрите на одну из модификаций, которые я провела примером в нашей презентации, самый основной критерий, который самый правильный критерий, это квадрат. Вот если вы живете в квадратной квартире, вам очень сильно повезло. Я считаю, квадрат самую лучшую уникальную форму для жилья. Даже если вы строите дом, это большой квадрат, которым можно поделить на много маленьких прямоугольников. Дома должны быть квадратные, квартиры должны быть квадратные. Вот эти модули из квадратов это самая прекрасная геометрическая форма, с которой можно работать в нашем помещении. Мы всегда имеем большую комнату, небольшой коридорчик, совмещенный санузел и небольшую кухню. Это самое популярное было планировочное решение. Если у нас двушка, у нас просто добавляется еще одна комната. все. А трешка соответственно добавляется еще до третьего комнаты. В чем прелесть наших наших сталинок? В том, что не сталинок, простите, хрущевок. В том, что у нас между кухней и комнатой проходит ригель. Огромный такой ригель на потолком. Вы обращали внимание у вас. И мы можем стенку, которая между кухней и нашей спальней, можем ее трансформировать. Надо смотреть по несущей способности, потому что целиком ее сносить нельзя. Частично с инженерами можно посмотреть, если она не несущая ее частично можно снести, а если мы частично сносим, мы можем ее также частично укрепить. Это уже такие особенности инженеров, но каждая управляющая компания сейчас имеет своего специалиста в штате, которого можно пригласить и все это узаконить до момента производства того же самого прохода, чтобы вам хочется сделать проход более свободным. Причем я не удивлюсь, если вы мне еще скажете, что мы уже так сделали, мы уже объединили кухню, объединили нашу гостиную. Самым классным и самым правильным вариантом оптической иллюзии работы с помещениями малогабаритных квартир, таких как хрущевка это использование такой схемы. Мы берем темный пол на 2-3 тона темнее, чем стены и делаем светлые стены с потолком. И самый классный лайфхак это мы не используем стенку и потолок, мы не используем потолочный плинтус, мы делаем эффект перехода стены в потолок. Таким образом, наша высота 2-60 мы вытягиваем и освобождаем. Пол остается более устойчивым. Пол это всегда низ, это всегда психология идти по земле, по более устойчивому помещению. Когда вы используете светлые пол и темные стены, вы делаете некий переверточек. пол всегда должен быть более темным. Пространство должно быть более светло. Лучше конечно использовать полутон легкий, но чуть подальше я поговорю здесь мы уже можем фантазировать на тему нашей кухни более широко, в студиях. Я вам сразу скажу, что я максимальная противница в сталинках использовать верхний ярус кухни. Я максимально всегда использую только низ с различными функционалами, потому что они у нас настолько маленькие 4-5 квадратов, что когда мы еще захламляем верхнюю часть кухни, верхний ярус, у нас остается мало света, и помещение становится как будто таким грузным, давящим на тебя. Поэтому один из моих советов именно использования данной схемы оптической иллюзии для нашего решения малогабаритных квартир именно в кухне я советую обязательно это использовать. Квартиру во время ремонта делать без плинтуса, чтобы стена перешла в потолок. Это очень классный эффект поднятия высоты. Также, как я вам говорила, вторым хорошей оптической иллюзией и правильной это будет объединение кухни и объединение гостиной. Здесь единственный момент, на который вы попадаете это если у вас газ, то необходимо будет делать прозрачную перегородку. У меня уже был такой опыт, когда мы вынуждены были поставить такую прозрачную перегородку, она нам вышла совсем недорого, это было что-то в районе 25-30 тысяч рублей, мы ее заказали на заводе, нам приехали смонтировали, пришел Музгаз, увидел, что у нас есть сдвижная дверь, которая отделяет спальное место от кухни, и подключил нам газ, в противном случае Музгаз не подключает, и это является нарушением, что дверь должна присутствовать между одной комнатой и другой, поэтому здесь мы сделали нишу, сделали небольшую перегородочку, тоже выход такой ситуации, и вторым таким хорошим советом моим не использовать текстиль в зоне кухни в малогабаритных квартирах, то есть подоконник, который мы используем для дополнительного пространства, он нам нужен обязательно, если у вас есть ниша под подоконником холодовая, мы тоже ее будем использовать, и все это не закрывать каким-то плотным огромным текстилем, потому что мы к нашему маленькому пространству добавляем естественный свет, и таким образом пространство начинает сиять, поэтому смотрите, фиксируем такую оптическую иллюзию, как темный пол, светлые стены, переход стены потолка без плинтуса, отсутствие плотного текстиля, больше света в пространство, все, то есть вот эту зону мы уже очертили, она уже стала светлее и ярче, до этого мы с вами обсудили, что используя бытовую технику, современную бытовую технику, современную систему хранения, приглашайте специалистов по кухням, они вам все расчертят, сформируют, и стоимость замены кухни будет вам недорогая, потому что сейчас все фабрики мебельные, кухонные сильно опустились по цене, потому что конкуренция большая, то есть в принципе в хороший бюджет вы можете заменить потихонечку кухню, заменить технику, сделать кухонную, гостиную зону более функциональной, потому что если мы вернемся к теме помещения двойных назначений, то чаще всего мы придем к выводу, что нам нужна кухня, гостиная, а стол в гостиной скорее всего мы можем использовать как бы дополнительные занятия с ноутбуком, с книжкой или занятиями с ребенком, то есть мы чуть-чуть внедряем сюда работу, но в основном это будет кухня, гостиная. Следующий момент, который я хотела бы обсудить. После того, как мы очертили пространство, сделали его более просторным, сделали этому пространству засвет, мы должны его наполнить мебелью. К сожалению, мы обязаны будем выбирать маленькую мебель, малогабаритную мебель. Это самый важный момент, это обратиться к модульной и маленькой малогабаритной мебели, к различным полочкам и вставочкам. Использовать дополнительные рабочие зоны, такие как подоконники. И использовать все возможные ниши, все возможные закутки для дополнительных систем хранения. Здесь мы заложники, но это нам играет большой плюс. сейчас идет очень большая тенденция к некому советскому ретро, к маленьким столикам винтажным, к советским стульям отреставрированным, к каким-то советским либо итальянским этажным лампам. Это все очень легко находится на авито. Я могу сказать, что я веду отдельно такую тему в своем телеграм-канале, как подбор всяких разных элементов. Поэтому, если вы подпишетесь на мой канал, там будет в конце ссылка нашего вебинара, то вы можете тоже всегда видеть, что я выкладываю, что я подбираю, и, возможно, это вам пригодится. Поэтому, наполняя свое помещение какой-то мебелью с историей, малогабаритной, какой-то интересной, цветной, яркой, вы даете как раз-таки некий такой стиль своему пространству. Поэтому поиск подобных элементов занимает время. Да, не получится так, что я пойду и куплю стол. Прошу прощения. Да, его надо будет поискать. Надо будет поискать стул, который мне проходит. Надо будет его промерить по сантиметрам. Эту работу надо будет проводить, потому что без этого труда никак не получится. К сожалению, малогабаритная квартира – это труд вашей головы. Мы проанализировали пространство, замерили, и мы начинаем поиск последующий то, чего нам нужно. Это самый важный момент. Промерили, проанализировали, начали искать. И нет ничего страшного, если у вас поиск пройдет полгода. Вы будете по чуть-чуть наполнять. Это не будет бить по вашему бюджету. Самое главное, вы составьте список, некий такой карты желаний. Накидайте себе, мне нужен найдется. Вот сто процентов он найдется. Уже был опыт, когда мы даже искали определенные крючки, мы их нашли. Нам нужны были определенные советские крючки, мы их нашли. Мы пожили какое-то время без крючков, повесили, стало лучше. И вот этот кайф наполняет свое пространство теми вещами, которые вам нужны, вы потом будете любить свое пространство больше. Это как потому что он будет преображаться, становиться более функциональным, более практичным и радовать вам глаз. Дальше. Следующим лайфхаком для малогабаритных квартир я тут немножко бегаю, потому что просто времени мало, я могла бы на это больше говорить. Я просто перебегаю более плотно по этим темам. Я называю этот термин «светлота залитое светом», небольшая технология. Я все-таки считаю самым основным хорошим примером выводить стены в один светлый тон. Стены это всего лишь подложка, это фон, как в галерее, вы же в галерее ходите, темный фон, красный, а на нем уже красиво играет какой-то предмет мебели, какая-то картина, скульптура. Также и у нас наши стены в малогабаритных квартирах это фон. Не надо тратить на них деньги, не надо покупать какие-то дорогие обои, вензели, вы практически все заставите, и все ваши предметы на ярком, пестром фоне, они провалятся, то есть они не будут иметь акцентное влияние на пространство, поэтому мы используем всегда какой-то один тон, который переходит из коридора в гостиную, в кухню, даже если у вас будет один цвет во всей квартире, это будет прекрасно, и цвет пола также, вы берете один цвет пола, один пол и тянете по всему помещению, и оно становится единым, не дробите на маленькие кусочки, если вы каждую комнатку раздробите на каждый цвет, на каждый элемент, вы получите разрушение пространства, оно не будет иметь объединения, поэтому объединяющим фактором является пол, как пространство, и стена, все, мы их объединили с цветом, цветом, текстурой, все, фон, дальше, мы начинаем творчество, мы берем высоту, делаем высокие шкафчики, мы ставим красивый стол, ставим красивый диван, мы используем модульную мебель, где у нас стол под стол может помещаться, стул под стул помещаться, стул на стул помещаться, где у нас могут быть откидные столики, то есть мы используем подобную мебель, и мы хотим, например, чтобы в одном месте у нас было какое-то там акцентное пятно, и мы взяли, купили красивую картину, купили красивый торшер, поставили большой телевизор или даже видеоэкран. В одном из моих объектов мы не использовали телевизор, мы использовали экран в вечернее время, как в кинотеатре. Хотя это 34 квадратных метра, но в этом помещении можно смотреть фильмы, как в кинотеатре. Такая вот оптическая иллюзия. Вот, поэтому зафиксируем. Пол является объединяющим элементом. Он должен быть одного цвета, одного тона. И стены должны быть одного цвета, одного тона, и они должны быть максимально светлые. Почему я пишу светлота, залитая светом? Потому что в малогабаритных квартирах лучше не использовать большой плотный текстиль. Вы можете использовать легкую тюль, или по возможности вообще открытые окна и какое-то небольшое количество жалюзей. Чтобы свет заливал внутреннее пространство, и у вас было ощущение, что у вас квартира соединяется с улицей, и у вашего места как бы больше. Это такая иллюзия именно соединения со светом. Цвет и свет. Это тоже такая большая-большая работа. И вот как раз про цвет и свет, светлоту, про объединяющиеся и различные элементы я буду говорить на своем курсе. Потому что этот вебинар, он как бы вводный вебинар по тому, что мы запускаем большой курс по практическому дизайн-проектированию. То есть, где я более детально, более подробно рассказываю о каждом элементе, о каждом АФХА, как с этим работать, как его применять. И мы делаем домашние работы, и по итогу мы берем ваше пространство, и рассказываем методологию дизайна-мышления, и в конце вы имеете собственный проект, как улучшить свое жилье, поэтапность и полный бюджет. Поэтому, если вам хотелось бы более подробно, более детально после этого вебинара поработать со мной, то я вас всех приглашаю на свой последующий курс Татьяны, потом его выложат, и он будет в анонсах во всех группах и на учебной площадке. Смотрите, еще одна оптическая иллюзия, на которую я обращаю всегда внимание, это вечерний сценарий. Мы имеем жилье, и мы имеем световой сценарий. Световой сценарий, все заключается, это у нас вверху лампу зажгли, сбоку лампу зажгли, на кухне зажгли, и если мы все выключили, просто все залито светом. Так вот, когда у нас происходит день, у нас больше естественного освещения. Когда мы используем неестественный свет, это вечер. Так вот, здесь мы можем играть двойным сценарием, так называемым вечерний сценарий. То есть мы можем использовать естественное освещение природы. Я советую использовать естественное освещение природы, потому что, например, вот у меня под окном светит огромный фонарь. Я использовала на окно жалюзи, закрывая их щелочкой, и в вечернее время, когда этот фонарь светит мне с балкона, у меня ощущение, что я где-то живу на Срединамуле, и у меня такой красивый рисунок наружных фонарей. Я не могу же его отключить, он же для безопасности нужен. Я вот использовала этот фонарь, чтобы моя квартира заливалась таким вот светом. Также вы используете рассвет обязательно. То есть я люблю просыпаться на рассвете, и чтобы помещение полностью заливалось. Кто-то любит закрыть окна. Вот, поэтому подумайте, проанализируйте, что у нас за окном, как восходит солнце, во сколько заходит солнце, как это можно использовать, потому что это оптическая иллюзия, которая соединяет вас с природой, с окружающим пространством, и у вас нет ощущения, что вы живёте в коробочке, в изолированной коробочке, и вы вот этот вот маленький-маленький человек в изолированной коробочке, и вас это угнетает. Это очень важно соединяться с своей маленькой квартирой с внешним пространством, потому что это психология восприятия себя внутри большого города. Город принадлежит вам тоже. Вам не только принадлежит маленькая квартира, вам принадлежит весь воздух, весь свет, весь город, все коммуникации. Всё это также принадлежит вам. Используйте это, чтобы более комфортно жить в большом городе, потому что когда я живу за городом, у меня есть большой дом, мне легче это воспринимать. А в маленькой квартире иногда сложнее это воспринимать. Так, у нас были какие-то вопросы. Так, скажите, пожалуйста. По поводу компромиссов я как раз-таки в конце вам этот вывод большой сделаю. Следующим моментом для малогабаритной квартиры это использование в стройке. То есть современные производители корпусной мебели сделали всё, чтобы нам было хорошо. Вот всё. Они огромные молодцы. Мы берём самый недорогой материал, это ЛДСП. Он достаточно недорогой. И мы можем использовать все возможные шкафчики, ящики, всю высоту, всю ширину для того, чтобы систему хранилию сформировать максимально только в коридоре и в холле. То есть в некой такой общественной зоне. Но она же скучная, правильно? Но мы всё это поставили шкафами. И что нам делать? А вот здесь вступает в силу другая оптическая иллюзия. Вот эта вот площадь, которая сформировалась из-за шкафов, её можно сакцентировать, её можно выделить. Вот здесь мы можем поиграть цветом, цветом, текстурой. Вот здесь мы играем именно цветовыми палитрами. И самое важное, старайтесь не использовать ручек. То есть должна быть безручковая система. Так называемое touch-нажатие. То есть мы нажали, петля откинулась, это достаточно недорогой механизм, но он позволяет сделать эффект, что у меня стена. У меня не шкаф с ручками, а у меня стена. А если вы вашу стену покрасите вместе со шкафом в один цвет, то у вас будет 100% сливание стены. Так называемый монохром. И вот это пространство, оно не будет на вас давить. То есть есть два варианта. Вы можете сакцентировать систему хранения в общественных зонах, а можете слить эту систему хранения вместе с вашим пространством. Так. Один из старых примеров, там деление плоскости по цветам и текстурам. То есть то, что я о чем я говорю. Вы можете слить пространство и можете пространство сакцентировать цветом. И здесь мы опять возвращаемся к сценарию с цветом. А что я могу сделать с цветом? Также с помощью освещения, с помощью линий элементов крупных засветов вы можете подсветить весь периметр той или иной ниши. Свет, он лучше всего его заливать плоскостью. То есть мы берем плоскость потолка и заливаем свет вниз. Обязательно мы берем плоскость стены и заливаем, например, ее периметр. Таким образом мы берем наш угол и немножко их отслаиваем. Мы берем и разрушаем это пространство с помощью световой линии. Вот. Если мы хотим соединить это пространство, значит это будет темное, это светлое. А с помощью света мы разрушаем. И если это пространство покрашено в один цвет, оно тоже размывает этот угол. Поэтому кому-то нравится жить в цвете. Вот нравится оранжевая, красненькая, синенькая. Очень много таких людей. Не бойтесь использовать цвет. Но цвет должен быть единый ровной плоскости. Вот он начался возле пола и закончился возле потолка. Он начался от стенки и закончился до выступа. То есть вот эти маленькие дробления, они неэффективны. Только большими плоскостями заливаем. Либо используем цвет крупногабаритных предметов, мебели, которые именно в стройке, которая принадлежит стенке. Она как бы из стенки выходит. Она должна быть такого же цвета, как и стена. Здесь по такому же принципу мы работаем с ванными комнатами. Самая больная тема после кухни, это для нас маленькая-маленькая ванна. Вот по расположению мебели в ванне, в маленькой, в санузле, который совмещен, мы не придумываем ничего нового. За нас уже все придумали. Все, что мы можем сделать, это сделать наше помещение более уютным. Для того, чтобы наше помещение сделать более уютным, мы можем работать с плоскостью. То есть, если плоскость пола объединяется с плоскостью стены в один цвет или в одну текстуру, мы имеем единое пространство. Если мы имеем узкое помещение, мы можем в один цвет покрасить одну стенку и передикулярную покрасить в другой. И таким образом, мы можем вот это узкое пространство сдвинуть. То есть, цветовые схемы, с которыми можно работать, это две стены в один цвет, две стены в другой цвет. Или, например, пол середины стены мы поднимаем одним цветом, часть стены потолок мы поднимаем другим цветом, как на второй картинке. Либо мы вообще можем использовать какой-то один красивый оттенок, с какой-то маленькой такой вот малоформатными швами. И самое важное, знаете, что здесь? Использовать белую сантехнику. Потому что белая сантехника преображает любой интерьер. Вот это белое свечение унитаза, белое свечение раковины, она дает некий такой шик и блеск в нашем объеме наших санузлов. Не используйте рисунки, ни в коем случае, я вас умоляю. Вензеля, вставочки, какие-то бортики, не надо использовать, только плоскость. Вот эту я плоскость сделала серой, эту плоскость я сделала красной, а эту плоскость я сделала белой. В маленьких помещениях мы также мыслим плоскость от края до края. Только так. Мы поговорили с вами о том, что мы имеем, что мы имеем в основном в квартире. Зоны кухни, гостиной, гостиной-спальни, общественная зона, коридор, санузел. То есть мы все это проговорили, как можно использовать цвет, цвет, объем, пол. А дальше возникает вопрос. А как правильно разместить этот стул? А как правильно разместить этот стол? А как должен быть шкаф? А какой толщины полки? Вот здесь есть такая наука эргономика, что за нас уже все придумали. То есть это наука, которая изучила человека, которая точно знает, что когда человек сидит, ему нужно еще 20 сантиметров, для того, чтобы от него еще человек должен сидеть, чтобы ему было комфортно. что размер стула должен быть 40 сантиметров четко для попы, чтобы было комфортно. Что когда человек спит и ворочается, если он спит вдвоем на большом матрасе, то метр 60 это то, что вам нужно, метр 40 вам будет мало. Что когда мы сидим, у нас расстояние до стола должно быть определенное. И высота стола должна быть 70 сантиметров определенной. Вся эта наука, она есть. Если вы в интернете вы бьете эргономика, просовая эргономика, вам вылезут картинки, которые связаны со всеми расстояниями. И вы сможете самостоятельно посмотреть. Там эргономка спальни, например, вы забили в таком поисковике. И все расстояния, какая должна быть тумбочка, какие размеры, вы можете посмотреть. Потому что есть базовые такие вещи, как то, что входная дверь в санузел должна быть 70 сантиметров сейчас, минимум, просвет. А в советское время это было 60. И это, к сожалению, мало. Что 60 это чистый проход для одного человека. А дверь должна быть 70 и 80. А габарит входной двери должен быть метр для того, чтобы заносить правильно все внутрь квартиры. Что в советские времена это очень сильно все сужали. И если у вас есть возможность, а она, поверьте, есть, если вы вытащите старую вашу дверь, у вас будет вот такая толстая коробка дверная, вы поставите более новую полноценную дверь, у вас будет больше проход. И вам будет легче входить в помещение. Поэтому эргономика такая очень интересная наука. И на нее отдельно надо выделять большое время. Но самые базовые вещи по эргономике спальни, кухни, гостиной и коридора все есть в доступе в интернете. Я примерно вам отобрала самые популярные запросы, которые также вы можете изучить в моей презентации. Самое интересное это ванна. Ванна, душ, сколько надо места, когда я стою в душе и сколько нужно ванну. Потому что есть люди, которые не любят лежать в ванне, есть люди, которые любят лежать в ванне. И вот здесь вопрос, а какую мне ванну купить? Метр шестьдесят, метр семьдесят, метр восемьдесят? Какую лучше? Так вот, какую лучше купить в ванну, тоже отвечает эргономика. Весь вопрос надо спросить у себя, сколько я хочу времени проводить в ванне, и как я хочу от нее, от этой ванны самой, от самой чаши ванны, какой получить позитив. Я там быстро помылся, принял душ, мне достаточно там сидячий в ванной душ и больше места выделить на стиральную машинку. Либо я хочу действительно лежать, а для меня очень важно лежать, вытянув ноги целиком. Поэтому приходим опять к тому, что мы начали анализ. Сначала анализируем все свои желания, потом начинаем поиск, что нам необходимо для этого. Следующий такой момент по эргономике, который я хочу также проговорить, я его зафиксировала в нашей презентации, это вопрос освещения зоны кухни. И самая большая ошибка, это у нас идет то, что между каждым предметом в кухне должно быть свое место. То есть не раковина не может быть у стерки, должно быть место, раковина, место, варочное место, холодильник. То есть это самый очень важный момент до эргономики. Базовые вещи по эргономике кухни также можно всегда найти схемы в интернете. Но если вы обратитесь к специалисту в области кухонной мебели, они вам также это расскажут. Ну и соответственно за свет. То есть мы говорим о том, что свет всегда должен направляться вниз. Лучше не использовать лампы за свет вверх. Мы светим потолок. Зачем? То есть мы используем плафон и рассеивание света вниз. Это самый главный принцип. Также перед кухней, перед столом всегда мы используем свет перед собой, который распадается. Поэтому все наши советские лампы и люстры, которые светят вверх, они неэффективны. Это вот прям можно сразу менять, выкидывать 100%. Еще один наш блок эргономика. Все мы за нас придумали. Я вам привела некие такие примеры. Ну как у нас обычно бывает и как можно сделать. То есть мы обычно используем там стол, стул, систему хранения. Мы берем стенку, формат от и до и заполняем всей модульной мебелью от сверху донизу. И специалисты в области корпусной мебели также могут вам помочь. Вариант этот может быть достаточно недорогой, потому что представители по корпусной мебели в каждом большом магазине есть по разной цене. И также по поводу спальни очень часто сейчас стало использоваться так называемый спальня-трансформер. Механизм, но он очень сложный, очень громоздкий, очень тяжелый. Если вам предложат спальню-трансформер с мебелью, это такая специфическая вещь, она очень дорогая. Все-таки можно просто использовать систему хранения справа, слева, сбоку, сверху, вокруг вашей кровати. Это будет небольшая глубина, там 45 сантиметров. Она не будет давить вам визуально, но при этом у вас вокруг, по периметру стены, где примыкает из головы кровать, у вас будет каждый сантиметр использоваться. Смотрите, также я для вас подготовила так называемые три цветовые схемы, которые самые популярные. Для того, что... Никогда не будет надоедать. Вот никогда эти три цветовые схемы не будут надоедать для вас. То есть, ну мы же сделали наше пространство, но оно какое-то скучное у нас получилось. Хочется добавить цвета. Так вот, цвет мы всегда добавляем в мебель, в подушки, в текстиль, в какие-то элементы, аксессуары. То есть, мы берем базовый цвет, бежевый, светлый, песочный, и начинаем добавлять полутона. Можно работать в бежево-песочно-голубых оттенках, бежево-песочных с акцентами на черный цвет, и самый, на самом деле, популярный, который, я считаю, третий тон, это бежево-песочный с травянистой зелеными оттенками. Потому что тенденция людей, что-то оливковое, зеленое, разместить у себя дома, она очень большая. А это связано с тем, что цвет, это по факту свет. То есть, человеческий глаз, самое комфортное восприятие длины волны, это зеленый цвет. Это самое комфортное для человека, для жизни. Бежевый и зеленый. Поэтому это стопроцентное попадание в любой интерьер. Здесь с зеленым, единственный большой плюс, если вы хотите делать акцентные пятна, это охра и голубой. Потому что они сочетаются и с бежевым, и с коричневым, и с зеленым. Это вот те яркие акценты, которые можно использовать. Это какой-то черный антрацитовый. И всегда используйте белый. Белая раковина, белая сантехника, белая тюль, белый освежает. И делает любое помещение более богаче смотрится, когда присутствует белый однотонный цвет. Возвращаемся к вопросу о полочках и всякой различной маленькой утвари. Мы провели с вами анализ, что у нас много всякой мелочи, ерунды и тому подобное. Вот полочек много не бывает. И изучив все закутки, изучив количество книг, которые у нас есть, картин, замерив все наши предметы, мы можем создать систему стеллажей и полок только под нас. То есть это такая очень большая работа, когда я действительно промеряла каждую книжку, я формировала высоту полки под каждую книжку, количество, и когда мы сделали систему стеллажей, у нас появился порядок в беспорядке. То есть мы всегда лежат какие-то детали, мы не можем сложить все в коробки и запихнуть. Мы хотим показать, увидеть, собрать что-то, рассказать друзьям, какой-то своей коллекции. Кстати, видите, как у меня жалюзи начали ложиться от освещения. Мои жалюзи через свет легли на меня. Это к вопросу о том, как у меня солнце используется в кухне. Вот, поэтому работа со стеллажами, с полочками по каждому элементу это самая интересная фантазийная работа. Здесь творчество, просто это ваш полет творчества. Но для начала вы должны проанализировать всю мелочь, которая у вас есть, собрать ее и понять, что нужно спрятать, что в коробку, что снаружи, что сверху. И опять-таки, мы что делаем? Мы избавляемся от оконного текстиля, используем каждое помещение, каждый закуток, каждый элемент и каждую плоскость для того, чтобы она работала на нас. И в том числе рабочая зона. К вопросу о том, что можно использовать балконную часть, чаще всего используют объединение балконов и балконную часть для рабочего кабинета. Это чаще всего используют. И забытым, очень сильно забытым элементом это некий портал вокруг дверного входа. То есть мы когда входим, вот это помещение, когда мы вошли, шаг на 50 сантиметров, оно не используется нами. Вот вы сделаете полку на 30 сантиметров. Вот вокруг портала двери вы делаете стеллажную систему 30 сантиметров. Когда вы открыли дверь и вошли, она вам не мешает. Вы сделали шаг, эргономический шаг. Она стала сзади, но она работает на функцию. Поэтому портальная стеллажная система самое лучшее, что могли придумать. И надо ее использовать. Она может быть как открытая, так и закрытая. Вот про то, что я говорила про закрытую систему. У вас есть небольшая спальня, один из примеров, и вы не хотите огромный шкаф. Используйте входной портал и стену входной двери. От пола до потолка. Сделайте систему хранения. Сделайте ее в цвет, как я вам говорила, сделайте ее в цвет стены. Сделайте ее без ручек. Это и будет являться частью стены. Но при этом огромного давящего на ваш шкаф не будет. Но вы можете использовать, если вы хотите вести цвет, какой-то акцентный цвет. Покрасьте ее в яркий, переведите этот цвет на соседнюю стенку, сделайте акцент под изголовье. И все. И у вас уже более стильный получается интерьер. Но самое главное, это использовать от пола до потолка, отсутствие ручек. и именно использовать стену, которая в комнате, на которой находится входная дверь. Порядочный беспорядок я это называю. Мы всегда думаем в той же самой кухне, что все должно быть спрятано. Вот это неправильное мышление. Система аксессуаров, контейнеров, современная, которая сейчас придумана, которая сейчас с корейцами наполнена на весь наш рынок, она помогает нам все эти баночки, скляночки, полочки иметь под рукой все, что нам нужно для готовки. Самое главное, выберите стилистику. То есть, если вы выбрали одну коллекцию, какую-нибудь белую керамику, вот и покупайте все в белой керамике, все подставки, все элементы. Вы выбрали себе деревянный элемент аксессуары, значит, вы добавляете деревянные аксессуары. Выбрали черные, значит, они всегда черные. Не бойтесь использовать все открытые уголочки, все стеночки для каких-то маленьких полочек, крючочков, каких-то элементов, контейнеров. И отдельное идет направление это кухонные, кухонные контейнеры для овощей, фруктов, для мусора, для бытовой химии. Также все эти типы контейнеров, все эти идеи существуют в том же самом маркете, то есть, если вы на Яндекс.Маркете наберете контейнеры для кухни, вам выдаст огромное количество того, что предлагает китайский, корейский рынок максимально функционального пространства. И все это по доступной цене. Здесь самое главное, также определите все, что вам нужно под рукой, все, что вы должны хотите пользоваться каждый день под рукой, и то, что вам нужно спрятать. И сколько у вас этого всего. И вы в конце, когда сделаете весь этот анализ, вы проведете методику расхламления. То есть, половину выкиньте. Вот я вас уверяю, как только вы сядете, проанализируете создадите, поймете, сколько у вас места, сколько это занимает места. Вы создадите контейнер, который вы отдайте друзьям, отвезите на дачу, выбросите, продайте на Авито. Это тоже, кстати, очень хорошая тенденция. Некоторые вещи людям, они нужны, и вам не хотелось бы их выкидывать. Вы можете продать это на Авито. Это достаточно популярная сейчас тема, перепродавать различные вещи на Авито. Вазочки, тарелочки, винтажный, советский сервиз, немецкий сервиз. Это все можно продать на Авито. Поэтому, когда мы провели всю эту работу, сформировали бокс, выкинули бокс, все, мы еще провели параллельно систему очистки. Почему я сразу не начала говорить про это, про расхламление? Оно просто автоматически произойдет, система расхламления. то же самое с ванной комнатой. В ванной комнате также огромным количеством производителей аксессуаров было придумано различные сеточки, полочки, крючочки и вазочки, которые можно использовать каждый сантиметр вашей комнаты. Просто это надо делать геометрически правильно. То есть, если вы взяли линию полок, то она должна идти в правильной геометрии. Либо горизонтальной, либо вертикальной. То есть, у вас должны быть прямые углы. Вот когда вы используете геометрически прямые линии, которые подчеркивают одна другую, у вас не будет никогда ощущения бардака. Бардака, когда это здесь висит, это здесь висит, это здесь стоит. Четкая геометрия линий. Каждая точка, каждая высота. Все. И цвет, коллекция. Обязательно выберите коллекцию. Также я очень часто в своем телеграм-канале скидываю ссылки на производителей, на коллекции, на какие-то удачные варианты, которые я нахожу, потому что я же занимаюсь подбором интерьера для людей, предметов мебели. И я постоянно об этом пишу в своем телеграм-канале, который я веду. Так что подключайтесь к вопросу о моем телеграм-канале. Это QR-код, вы можете подключаться. Я много практических советов веду по этому поводу, что купить, где купить, как это лучше сделать. Вы можете мне также написать в комментариях, вы уточните, можете постоянно живое общение со мной проводить. Так, смотрите, давайте я вернусь к этому вопросу по поводу компромисса. Компромисса нет. Есть первичная функция. Помещение служит нам. Не мы обслуживаем помещение, а помещение служит нам. эргономика. Поэтому мы поэтому мы сначала узнаем, как я хочу жить в этом 30 квадратных метров, что я хочу знать, что я хочу видеть. И начинаем помещение выстраивать, чтобы оно служило нам по функции, по предметам, по красоте, по стилю. Поэтому первична функция эргономика. и мои внутренние хотелки. Хочу большую кровать. Все, точка. Я не хочу эту кухню, она мне не нужна, не нужна мне этот холодильник. Я хочу спать, как человек. Я хочу изолированную кухню, я хочу с подружками сидеть ночами. И чтобы у меня там спали, а я сидела здесь. Значит, у нас будет дверь. Я максимально избавилась от дверей в своей малогабаритной квартире. Я принципиально брала советское здание постройки, потому что мне хотелось такую однокомнатную квартиру, полноценную не студию. Я избавилась от всех проемов дверей, потому что мне нужна свобода перемещения. Я не хочу открывать, закрывать дверь, я не хочу запутываться в каждое маленькое помещение. Я хочу большую кровать, я хочу окна, у меня нет штор, у меня только жалюзи, я хочу просыпаться с рассветом, видеть это солнце, я не хочу эти шторы. Я не ем много, не схламляя холодильник, я ем из-под ножа, мне нужно постоянно готовить, поэтому у меня больше места, где я режу, готовлю, и очень маленький холодильник. Я использую всего две конфорки, потому что я не готовлю на пяти конфорках, мне не нужно столько места. Я хочу стоять в душе, я хочу стоять в душе два часа, отмокать, это очень для меня важно. Я сделаю огромную систему хранения, потому что у меня много бардака. Я, кстати, говоря, еще с подружкой сняла офис, где мы часть вещей, которые, ну, вместо гаража, у кого-то есть гараж, это, кстати, практика съемок ладовых и офисов с кем-то напополам. Это небольшая сумма денег, где-то это выходит в районе четырех тысяч в месяц, но я использую это пространство как ячейку. В Москве, кстати, более популярная тема, как снимать ячейки, где лежит весь хлам, который мне не нужен, и он не мог не населеть, просто он мне не нужен. Я продаю вещи на Авито, которые мне не нужны. Я покупаю, реставрирую вещи, которые мне нужны. Мое пространство, оно живое, оно на меня живет, поэтому компромисса нет. А что так, а тут возникает вопрос, а стиль, что такое стиль? А вот, так называемый стиль, это называется эклектика, потому что первичная функция, потом мы сделали светлые стены, мы наполнили какой-то винтажными элементами, а еще я купила вязанный плед, а я поставила яркий стул. Это называется эклектика, то есть это смешение разных стилей, смешение того, как я чувствую, потому что я должна ощущать настроение в доме, я должна чувство испытывать внутреннее, поэтому мы возвращаемся к самому первому элементу, как, а как я хочу жить, а как я живу, я живу как заложник, а я хочу жить как свободный человек, я хочу чувствовать, видеть, слышать, есть, ощущать, общаться. Это называется, ну, как все же называют, эмоциональный интеллект, да, проявлять свои эмоции. Так вот, проявлять свои эмоции, на основании своих эмоций выстроить свое пространство, используя методологию функциональности, используя цветовые схемы, используя световые сценарии правильные, используя модульную мебель, которая работает на меня, я облегчаю себе жизнь. Это как бы ключевой момент, который с этим связан. Да, это будут затраты, затраты можно поделить на год, не обязательно это делать сразу, можно расписать, и каждый элемент по чуть-чуть делать, докупать ежемесячно, распланировать бюджет, найти, поискать на скидке, на авито, да, это поиск, но это такой кайф, вы себе даже не представляете, когда ты приходишь домой, ты бежишь домой, потому что тебе хочется вот именно в свою квартиру, это очень-очень важно. Вот, поэтому это вот все, что я хотела сказать на этом вебинаре, я надеюсь, вам понравилось, просмотреть какие-то элементы записи, и моя презентация вам также пригодится, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вас приглашаю на свой курс, где я более детально говорю о практическом проектировании, вы сможете взять вашу квартиру вместе со мной за 8 вебинаров сделать свое новое жилье, адаптировать его полностью под себя, сформировать бюджет и приступить к реализации своего проекта, даже не имея базовых знаний. Вот, а по поводу школы и технологических процессов я сейчас уделю пару минуточек. Сейчас основная тенденция всех технологических школьных процессов к стандартизации, как это было в советские времена, то есть стандартизация пребывания ребенка в школе. Зашли, разделись, учебный процесс, процесс отдыха, процесс питания, процесс мероприятий, процесс кружков, процесс каких-то лабораторных, то есть по факту сейчас первичен процесс, что делает ребенок в школе, что делает учитель в школе, сколько ему нужно места в школе, как он должен передвигаться, максимально комфортно, максимально безопасно. у нас даже такой, знаете, момент из-за присутствия буллинга в школах. Нам запрещают делать тайные закрутки угла, прямые коридоры, где каждый угол просматривается, потому что, чтобы не было ни одного места, где можно зажать было ребенка и чем-то его угрожать. Даже эти процессы учитывают сейчас новые тенденции в проектировании. И я очень благодарна нашему государству и группе в лице наших главных архитекторов Москвы и Собянину в том числе, что технологические процессы в образовании сейчас работают на ребенка, на учитель, на педагога. То есть вы можете отдать с утра ребенка, забрать его вечером и поверьте, ему там не будет скучно никогда. И те школы, которые сейчас пойдут под реконструкцию, это будет то же самое. Это не будет, что мы снеслись стенки, мы покрасили вам новые стенки, купили новую мебель, поменяли полы. Нет, будут сносить все, оставлять голый каркас и формировать таким же образом помещение, пространство, что-то достраивать, что-то выравнивать, что-то ломать, чтобы тот кракоздание, которое было построено в советское время, был полностью, максимально использован по функции в школьных процессах. Поэтому это все начнет с Москвы, потихоньку пойдет на регионы. И я думаю, что в ближайшие 6 лет, как Владимир Владимирович Путин сказал, нашу 6-летку, мы поднимем и наше образовательное учреждение на очень высокий уровень, и это останется нашим детям на десятки-десятки лет. Это вот то, что я хотела сказать по образовательному процессу. Поэтому спасибо всем большое, мы немножко задержались, я тоже не умею, коротко, не хочется со всем поделиться. Спасибо, что пришли, буду ждать вас, подписывайтесь на канал, на нашем курсе. Татьяна, передаю слово вам, если нам есть что сказать. Благодарю вас. Так, тут еще чатик у нас, обратную связь. Спасибо вам большое, мотивируйте на изменения. Я очень рада, я вообще такой человек-мотиватор, люблю людей на что-то подталкивать. Да, благодарю, да, что все-таки информация была полезна. Очень приятно за ваши благодарные отзывы. Приходите еще, будем еще вести небольшие, я думаю, вебинары про какие-то такие мелочи. Но в основном, все в телеграм-канале. Там я делюсь всеми-всеми, именно только практическими советами, потому что телеграм-канал я назвала дизайн пространства вокруг меня и, соответственно, этот канал мне только о практике, которая полезна людям.